Здесь ходят пешком только журналисты. Остальные менчане и гости столицы передвигаются на эко-транспорте. Олег Дудчик из Бреста железных коней для себя и сына смастерил вручную. И пусть переключателей и скоростей нет, зато его звонок из медной трубы сложно не услышать. Здесь говорят Viva Rover. В четвертый раз велокарнавал объединил любителей и профессионалов двухколесного транспорта. Кстати, в этом году фестиваль бьет рекорды. Участников более 17 тысяч. Для сравнения, столько проживает в столбцах. На самом деле количество начинает пугать, потому что я думаю, что если мы перевалим за 20, а я думаю, так и будет, то дистанцию придется увеличивать. Открыть эстафету приехали руководство города, артисты Александр Солодуха и Руслана Лехно сменили эстрадные костюмы на спортивные. А восьмикратная чемпионка мира по велоспорту Наталья Целинская на старте вместе с семьей. Это как основной агент транспорта летом, то есть всегда в движении, можно так сказать, все вместе. Да, Мишка? Да! На велосипеде Дед Мороз, африканские амазонки, мексиканцы, звездные войны, дресс-код. С каждым годом все эпатажнее, ведь здесь соревнуются не в скорости, а оригинальности костюма. Многие образы буквальный фамили-лук. Образ костюма, идея костюма с детства моей мамы. Потом костюм был на новогоднюю моей мамы, потом в детстве у меня, потом я делала своим детям в детский садик. Ну, сейчас вот как-то вот сделали сюда. Считанные минуты остаются до главного заезда, до велопарада. Участники пока что выстраиваются. Хочу отметить, что это праздник не только спорта и костюмов. Велосипедисты даже сделали тюнинг своих двухколесных. Девчонки, расскажите, как апгрейдили свой транспорт? Ой, ну мы решили добавить красивых ленточек, да, поскольку мы девочки, красивые розовые, голубые, нежные тона. Весна, лето нас радует. Вот такие яркие покрасили, да, тона и наши велосипеды. Они поехали! Горные, фэтбайки, трековые. Это тот случай, когда автомобилисты завидуют велосипедистам. Ведь для двухколесного транспорта перекрыли движение. Колонна получилась настолько длинной, что когда первые разворачивались на Минск-арене, хвост велопаровоза еще пересекал проспект. Маршрут получился почти 11 километров. А чтобы было веселей крутить педали, джаза в общую эйфорию добавил барабанщик с ударной установкой на колесах. Плейлист подбирал под определенный участок дороги. После финиша праздник не закончился. В Парке Победы до самого вечера работали интерактивные площадки с виртуальными велогонками, лаунж-зоной и живой музыкой. Велосипеды на самом деле можно встретить по всему городу. Обозначение на светофорах, на велодорожках. Кстати, если на двухколесном проложить сквозной маршрут через столицу, то продерженность получится почти 26 километров. Есть даже статуя с велосипедом. Этот бронзовый почтальон не случайно выбрал транспорт 19 века, который, кстати, только входил в моду. Юлия Токарь, Григорий Кристофович, Кристина Камыш, Дмитрий Горкуша и Евгений Нитов о старте велосезона в твоем городе.